Каким способом артисты раскрываются для своих слушателей? Конечно, в свой текст рэперы всегда вкладывают собственные мысли, по которым, как из пазла, можно собрать полную картину личности того или иного музыканта. Но иногда рэперы намного быстрее и успешнее раскрываются на интервью. Интервью, известным изданием, это целое событие в карьере музыканта, и многие интервью можно по праву назвать легендарными. И сегодня мы расскажем вам о легендарных интервью русских рэперов. Все вы знаете Славу КПСС. Этот человек в свое время мелькал практически везде. Причина этому — победа над Оксимироном на Версусе, которая принесла Славе такую известность, какой хватит на всю жизнь вперед. На канале Speak Out вышло еще одно интервью со Славой, где он рассказал про свою жизнь после пика популярности и про свои творческие планы. Интервью получилось очень интересным. Гнойный никогда не разочаровывает. Есть отличная тохо-паста, вот, с морской капустой. Вот, можешь посмотреть. Кстати, помимо прочего, на канале объявлен конкурс. Связан он с весьма интимной темой, за которую, впрочем, обещан неплохой приз. Ну, я работал тогда и сидел на хате с пацанами. Играл герой в третьих, не знаю, рэп записывал. Ну, просто момент в том, что мне нужно было просто сказать, «Нет, я не буду». И мама бы не тратила лишнюю тридцатку, понимаешь? И вернувшись в детство, чтобы ты изменил. Я бы... В два раза чаще. Я просто в детстве думал, что Бог... За... Меня наказывает. И поэтому, когда мне... Собственно, вы сами все слышали. Конкретнее об истории возникновения идей такого конкурса вы сможете узнать, посмотрев интервью. Не забудьте про условия, ваша история, подписка на канал Speak Out и Слава КПСС. Ссылка на интервью будет в описании. Ну, а мы начинаем. Поехали! Ну и раз мы сказали про Славу КПСС, давайте с ним и продолжим. Победа над Оксимироном – переломный момент в его карьере, которому, впрочем, Слава долго и упорно шел. Практически сразу после легендарного батла он дал интервью Юрию Дудю, где родилось огромное количество мемов. Интересно, что еще до интервью Слава написал дис на Юрия Дудя. Разговор со Славой КПСС был опубликован на канале Дудя 23 августа 2017 года, но буквально за сутки набрал почти 2 миллиона просмотров. Судя по реакции социальных сетей, интервью получилось чуть ли не менее зрелищным, чем сам рэп-баттл. Но, как ни странно, репутации Дудя от этого пришлось не сладко. Пользователи в Твиттере почти единогласно сходились в том, что популярный интервьюер в этот раз не справился со своей работой. И в этом баттле проиграл Славе КПСС с таким же счетом, как и Оксимирон. То есть 5-0. Больше всего людям не понравилось, что Юрий не понимал шуток Славы КПСС, да и вообще вел себя как высокомерный поганец. Но в некоторых местах интервью отличить троллинг Славы от правды действительно было сложно. Например, Слава рассказал о том, что недавно уволился с должности системного администратора, где с него брали по его словам 5000 рублей за то, что он спал прямо на работе, и 4000 рублей за чай, который он очень любит. Многим не понравилось и то, что Дудь не постарался понять творчество интервьюера. Например, его треки, которые Слава пишет в составе группы ежемесячно, интервьюер называет плохими, да и вообще заявляет, что раз они отсутствуют на iTunes, значит их вообще нет. Слава же парирует, что Дудь просто ничего в этом искусстве не понимает, потому что даже не слушал их песен. Для некоторых превосходство Гнойного было настолько очевидным, что они решили, что так же легко он сможет победить и любого другого своего оппонента, кем бы тот ни оказался. Правда, нашлись у Юрия Дудя и защитники, которые поняли за интервью только одно. Слава КПСС бездарность, а все его окружение это клоповник и биомусор. Особенно в высокопарных высказываниях отличился рэпер Замай, о котором многие впервые узнали только из этого ролика. Если вы не поняли, откуда тут вдруг взялся Замай, то стоит отметить, что интервью проходило у Гнойного в квартире и в соседней комнате веселились его друзья, с которым Дудю тоже пришлось поговорить. Правда, не совсем удачно. Рассказал Слава КПСС и о том случае, из-за которого его начали преследовать люди, возмутившиеся его шуткой о чеченских женщинах. В одном из своих видео рэпер очень жестко выразился о девушках других национальностей и за это потом вынужден был извиниться. Гнойный сказал Дудю, что сделал это искренне, да и не мог этого не сделать, потому что так ему сказал Замай. Но теперь будет логично перейти к Оксимирону, который сразу же после батла с Гнойным отправился в Америку, возвращаясь в свою репутацию батлом с дизастером, где показал себя как нельзя лучше. Три года назад Оксимирон стал гостем в парочке американских хип-хоп-проектах. Ими стали известный блок ВЛЭД ТВ и радиостанция Шейд Фотифайв, которая принадлежит Эминэму. Ведущим передачи на Шейд Фотифайт является диджей Хо Кит, известный по своим работам с группой G-Unit, а сейчас работающий официальным диджеем рэпера Вака Флака Флейм. С Оксимироном он поговорил о нашумевшем батле с дизастером, о России, об отличии американского рэпа от российского, о популярности рэп-баттлов и главных ориентирах в творчестве. Так мы узнали, что первый американский альбом, вдохновивший Мирона на рэп, стал Дескор от группы Фьюджис, прослушанный им в 98-м году. В числе своих любимых иностранных исполнителей Оксимирон называет Помимо этого, Мирон зачитал фристайл на рандомные биты. Одним из них стал знаменитый хит Cyprus Hill How I Could Just Kill A Man. О чем мы еще узнали из этого интервью? Текст на баттл с дизастером Мирон писал за две недели до баттла, и это его первый текст на английском. За баттл рэпом Мирон следил еще с 2000-х. На акапельные баттлы с заготовленными текстами Оксимирон обратил внимание после World Wide Championship в 2006 году. Мирон в курсе, и вроде бы даже гордится, что его баттл с дизастером стал самым просматриваемым видео на канале KOTD. Это его истинно легендарное интервью, так как у Мирона их в принципе очень мало. Можно пересчитать на пальцах. А тут целое интервью, да еще и для радио Эминема. Конечно, тогда это было крупным событием. Так уж получилось, что мы должны снова вернуться к Дудю. Самым просматриваемым его интервью с рэпером стало видео с Егором Кридом. Да-да, там больше 20 миллионов просмотров на данный момент. Нас все не любят. Типа у нас огромная аудитория поклонников, но... Разговор с Егором Кридом продолжает разбираться на цитаты, анализироваться по признакам лжи, а также порождать виток обсуждения, казалось бы, забытых скандалов, связанных с секс-артистом лейбла Black Star. Естественно, Юрий Дудь начал с главного насущного вопроса. Что не устраивало Егора Крида в работе с бывшим лейблом? По словам звезды, он в состоянии самостоятельно принимать творческие решения. И проблема была даже не в деньгах, в первую очередь. Если же говорить о них, исходя из интервью, Егор раньше получал гонорар из концертов в эквиваленте меньшим, чем 40 на 60 процентов. Но при подписании нового контракта Тимоти, Пашу и Вольтер предлагали ему полностью зеркальные условия, но чуть лучше. Если верить словам Егора Крида, он не держит никаких обид и благодарен Black Star за подаренный опыт и шанс проявить себя. В последнее время артиста часто поливают грязью в СМИ, телеграм-каналах, по заказу пока неизвестной ему компании, считает Егор Крид. Он предпочитает не читать о себе, но о 70 процентах критики в свой адрес он в курсе со слов, переданных через его менеджмент. При этом артист подчеркнул, что негативное отношение к его творчеству со стороны Ивана Дорна и Хабиба Нурмагомедова никак не влияет на его отношение к тому, что они делают. К тому же Егору очень нравится пародия YouTube-комика-сатира на него, и он готов даже вместе исполнить ее на сцене одного из своих ближайших выступлений. Но больше всего артист хочет доверить его команде снять постстраничный клип в духе Александра Гудкова. Таких ведь не берут на телек, можешь мне поверить, как и в то, что я реальный рай... Юрий Дудь убедил певца созвониться с комиком Данилой Поперечным, посвятившим ему сразу два дис-видео. В том телефонном разговоре они сумели обсудить разногласия и отсутствие доказательств того, что Егор Крид в действительности смотрел эти ролики и обиделся на него. Артист объяснил, что все претензии относительно фальши, пластмассовости, неискренности — это только его догадки. При поддержке Дудя разговор закончили на том, что они готовы встретиться в Петербурге за кружкой пива и помириться. Многие были удивлены оправданием комика, известного резкими стендапами. Лично не сказал, что у тебя ко мне претензии. Я так расстроился по этому поводу. Вторым по популярности рэперским интервью у Дудя было интервью с Фараоном, который до 18-го года практически вообще не давал интервью. Так что в медиапространстве его было мало, и зрители кинулись с жадностью смотреть большой разговор с ним. Тебе приходилось искать такой выход? Какой? Вот из этого. Интервью действительно интересно смотреть. Никаких пауз и проседаний, относительно приятная уху речи, пара небанальных мыслей. Никто не пожалел о потраченных 70 минутах. Секрет прост. При старых высказываниях и заявлениях я не изменился. Фарон здесь абсолютно другой человек. У него все такой же странный твиттер, те же пафосные высказывания в публичном поле и гипертрофирование творческих достижений. Но в этот раз перед Дудем определенно сидел повзрослевший юноша, который хочет расти дальше и узнавать что-то новое. Но для многих это интервью стало поводом для хейта Глеба, во многом из-за части про депрессию. Фараон уверен, что ее не существует. Ты сейчас не занимаешься саморазрушением? Ну, саморазрушение разное бывает. Но вообще нет. В одной из разгромных статей про эту фразу писали так. Парта депрессии отвратительной и антисоциальной. Пусть он вместе с Глебочем скажет, что депрессии не существует людям с диагнозом, которые чудом проживают очередной день. Даже примеряя прямо сейчас на себя, это звучит обидно и глупо. Да, Невзоров любит троллить и одурманивать интеллектом, но такими тезисами он только затуманивает детский рассудок наивного рэперка. Но в инфантильности Фара есть определенный шарм. Он будто бывший троечник, который в старших классах внезапно взялся за ум. Тупит, спотыкается, но старается. И в этом, несомненно, польза нового Дудя. Фараон – пример всем взорвавшимся молодым людям. Любому зрителю даже по этому интервью очевидно, что парень прожигал жизнь и затянул саморазрушением. Но сейчас он стесняется говорить о наркотиках, выбирает выражения в историях про третьих лиц и сыпет простецкими житейскими фразами вместо пафосных подростковых афоризмов. Закончить хочется важным интервью Моргенштерна. Алишер куда охотнее и чаще появляется в роли интервьюируемого. Но ключевым стало его появление на шоу «Вписка». В августе 2019 года вышел новый выпуск шоу «Вписка», героем которого стал музыкант и блогер Элишер Моргенштерн. Он пригласил Николая Редькина и Василия Трунова в свой загородный дом. Записал для шоу новый джингл в стиле хардбас и показал, как надо кататься на скейте. В разговоре о конфликте L1 и Blackstar Моргенштерн встал на сторону лейбла. «Ты подписал договор, дядя. Какие могут быть жалобы? Это просто собственность лейбла. Музыка – это просто бизнес», – сказал рэпер. Именно в этом интервью Элишер заявил, что он больше не пародист, а окончательно уходит в самостоятельное творчество. Также именно после этого выпуска «Вписки» Слава Мерлоу решился предложить Элишеру сотрудничество. С тех пор, вы сами знаете, карьера обоих пошла вверх очень быстро. «Ты я, ты я, сонька, в мире есть два, лучше бить моря, сочно, это только ты». А на этом у нас все. Какие еще легендарные интервью вы знаете? Пишите свои варианты в комменты, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok